Это только на первый взгляд все просто. Всего лишь меняется цвет полотна. На самом деле инженеры Томского института физики прочности и материаловедения несколько лет потратили на то, чтобы решить главную задачу. Как наночастицы, обладающие суперспособностью вытягивать из раны все бактерии и микроорганизмы, закрепить на этой основе? Эта инновационная разработка была создана при поддержке Миноборнауки в рамках федеральной целевой программы. Семь сложнейших технологических процессов в опытной лаборатории проходят всего за несколько минут. А в результате обычная целлюлоза превращается в чудо-материал – антисептический и ранозаживляющий. Противомикробное действие этих нанобинтов уже оценили сотни тысяч людей. 80% сбыта – зарубежный рынок, в том числе страны БРИКС, Южная Африка, Индия. Сейчас материалы пробируют и в Бразилии. Мы активно продвигаемся на страны, у которых тропический, как правило, климат. В условиях этого климата, конечно, ускоренное заживление ран – это очень актуальная проблема, и мы как раз ее решаем. Мы ведем свою статистику, подборку отзывов именно из других стран, потому что, в частности, Южная Африка, там пациенты, они темнохожие, и у них процессы идут несколько по-другому заживление. И когда наша повязка лечит абсолютно пациента как с белой кожей, так и с темной кожей, то врач отмечает, что редко встретится продукция, которая именно так работает на пациентах той страны. Раны, которые не заживали годами, затягиваются. Сокращаются сроки лечения ожогов, пролежней, гнойных ран. В основе разработки – наноструктуры, которые работают за счет эффекта сорбции, причем без какого-либо вреда для организма. Все считать антибиотик через некоторое время начинают вызывать образование штаммов устойчивых к этим антибиотикам. Мы предложили другой физический принцип. Мы предложили ничего не выделять в рану, а забирать микроорганизмы раны, сорбировать их из раны за счет того, что как раз этот материал имеет электроположительный заряд. Исследования в лаборатории Томского института физики прочности и материаловедения продолжаются. Группа ученых занимается дальнейшим усовершенствованием материала. Так выяснилось, что если использовать в основе оксиды не алюминия, а железо, кальция или магния, то результат будет не менее впечатляющим. Сейчас мы хотим разработать материал, который с высокой эффективностью будет останавливать кровотечение – капиллярные, паранхематозные. При этом данный материал должен обладать антимикробными свойствами. Главное – изменить структуру материала. Это вообще суть работы всего института, кстати, ведущего в мире. Изучить материал и сделать его другим – более легким, пластичным, износостойким, биологически активным или пассивным. Уже более 30 лет здесь разрабатывают идеи для машиностроения, медицины, космоса, ядерной энергетики. От режущего инструмента до 3D-принтеров. От Арктики до тропиков. Это коррозия тропическая, когда металлы разъедаются бактериями, и мы разрабатываем коррозионно-стойкие покрытия. В северных условиях при низких температурах металлы становятся хрупкими. И надо так изменить структуру, чтобы трещина не распространялась, а гасилась на элементах структуры. С китайскими партнерами там, конечно, такое машиностроительное направление. Это вот мы будем, я думаю, в конце апреля встречаться по поводу создания совместной лаборатории по разработке многоуровневых материалов различного назначения. Придумать, говорят, здесь это полдела. Главное – разработать, внедрить и реализовать в промышленном масштабе. Потому что успех – это не появление новой идеи, а ее выход из кабинета и лаборатории в производство.